Ну а тем временем о МИЧАМ предлагают снова затянуть потуже пояса. С 1 июля в очередной раз подорожают все коммунальные услуги. Электроэнергия, отопление, газ и водоснабжение. Насколько и почему, рассказали журналистам представители ресурсоснабжающих организаций и региональной энергетической комиссии. Наш материал. Увеличилась у вас зарплата в связи с инфляцией? Нет, не увеличилась. Вы работаете? Да. Скажите, а вот в последние полгода или год работодатель увеличил вам на сколько-нибудь процентов зарплату в связи с инфляцией? Нет. Прошу прощения, я работаю в двух местах, в одном месте, да. На сколько? На 50 рублей. В связи с увеличением проезда. Нет, у нас не увеличилось. Нет. Ни на сколько? Нет. Пожалуй, на Омских улицах едва ли отыщется человек, которому работодатель повысил зарплату в связи с последним экономическим кризисом. А между тем, значительно выросли цены на все, включая продукты, транспорт, услуги ЖКХ. И вот очередной скачок. Тариф на тепло с 1 июля вырастет на 9,6%. Это примерно 70 копеек за квадратный метр. Водоснабжение и водоотведение на 3,5%. Электричество на 11%. Газ на 4,5%. Тариф на электроэнергию в домах с газовыми плитами составит 3 рубля 56 копеек. С электроплитами 2 рубля 49 копеек за киловатт. В некоторых микрорайонах города и районах области скачок будет более ощутим. В Левобережном Кристалле тепловая энергия будет дороже на 29%. В поселке Степной на 46%. Тарифы растут, потому что растут затраты. Организации, они обоснованы. Они у всех одинаковые. В той или иной мере по-разному влияют на каждая из причин. Но тарифы экономически обоснованы. И растут они обоснованно. Вот так. Растут и все. Среди причин повышения есть даже такая. От того, что амичи стали массово ставить счетчики, снизилось потребление ресурсов, а следовательно и прибыль компаний-поставщиков. Эти издержки тоже внесены в повышающий коэффициент. Представитель РЭКа подчеркнул при этом, что все законно. Депутаты на местных уровнях проголосовали за. Нетрудно догадаться, от какой партии избранники так радеют за народ. Как правило, с повышением тарифов соглашаются единороссы, которые во всех парламентах составляют большинство. Все участники пресс-конференции сошлись во мнении, что очередное повышение цен приведет к росту дебиторской задолженности населения. Порядка 14 тысяч лицевых счетов, которые в прошлом периоде у нас оплачивали крайне регулярно, то есть ежемесячно в этом году, либо совсем перестали платить, либо оплачивают раз в полгода. Не очень веселая аналитика. То есть люди, которые в таком среднем возрасте, которые работоспособны, сейчас, по сравнению с прошлым годом, имеют меньшие возможности для своевременной оплаты. Что касается теплоснабжения, то ко всему прочему изменится и порядок оплаты. Вступит в силу очередное постановление правительства Российской Федерации, по которому плата будет распределяться не на 12 месяцев, как было до сих пор, а на 8 по факту потребления и по приборам учета. В связи с этим сумма в квитанциях тоже заметно увеличится. Что касается водоснабжения, то тяжелее всего придется тем, кто до сих пор не установил приборы учета. Повышающий коэффициент для них увеличится в полтора раза. Юлия Богданова, Юрий Дорошенко, Обком ТВ.